Искусство глубоких медиа Но также я веду курс нейронно-сетевого искусства для компьютер-сантистов и дата-сантистов Университета Иннополис И этот курс каждый раз пользуется большой популярностью На него хочется записаться больше студентов, чем курс может вместить И я, когда прихожу на первую лекцию, я все время спрашиваю студентов А кто из присутствующих знает, что такое искусство новых медиа? И оказывается, что никто не знает И я долго недоумевала по этому поводу И решила рассказать эту историю своему другу И он надо мной посмеялся и спросил «А как ты думаешь, сколько людей вообще знает в мире о том, что такое искусство новых медиа?» И я подумала, он говорит «Ну, наверное, 50%» И он опять посмеялся и говорит «Ну, конечно же, нет» «Конечно же, гораздо меньше» И я вспомнила, что на самом деле, когда я знакомлюсь с каким-то новым человеком Который не относится к моей сфере профессиональной деятельности Меня люди спрашивают «А чем вы занимаетесь?» Я говорю «Я медиахудожница» И люди все время так немножко подвисают И говорят «Медиахудожница? Вы рисуете?» Я говорю «Нет, я не рисую» Я работаю с новыми технологиями Я работаю с искусственным интеллектом, с интернетом вещей И действительно, если так очень просто и коротко Рассказать о том, что такое искусство новых медиа Это искусство, которое используют технологии как инструмент Соответственно, мы можем представить, что это очень активно развивающаяся область современного искусства Потому что возникают постоянно какие-то новые технологии И, соответственно, возникают новые жанры, новые виды искусства И художники могут работать с генной инженерией, с интернетом вещей, с искусственным интеллектом И что же такое искусство глубоких медиа? Искусство глубоких медиа — это такой концепт, определенная оптика Благодаря которой мы можем увидеть работу художников, которые проявляют скрытые свойства объектов и явлений И это искусство относится к контексту постгуманизма То есть художники нам предлагают помыслить человека не как меру всех вещей, а как актора В другом ряду таких же акторов, не выше их, а всего лишь в ряду других акторов Таких как растения, животные, птицы, технологии и даже химические элементы И давайте посмотрим, как это работает На примере здесь вы видите химический состав тела человека Мы можем увидеть, что какие атомы и какое количество атомов содержится в теле человека Мы видим кальций, фосфор, калий, даже свинец и даже титан На самом деле в теле человека даже есть уран Атомы урана, правда, не в большом количестве Но согласитесь, мы не так часто об этом задумываемся И давайте посмотрим проект Сесилии Йонсон Художницы, которая нас приглашает задуматься о таких фундаментальных свойствах материи в теле человека Она собирала в течение какого-то времени, она собирала плаценты Поскольку плацента содержит много железа, переносящего кислород от матери к плоду И здесь вы видите, сколько граммов плаценты, в какие даты она смогла собрать И дальше художница извлекала из этих плацент железо И этого железа хватило настолько, чтобы можно было создать вот эту стрелку компаса И таким образом художница нас приглашает задуматься о том, что на самом деле наши связи Насколько сильны наши связи не только с нашими матерями, с нашими предками Но также с какими-то более древними, более фундаментальными основами материи И как мы могли видеть, художница Сисель Йонсон, работая с искусством глубоких медиа Она не относится к искусству новых медиа, она не работает с новыми технологиями Давайте подумаем, что такое будет искусство глубоких медиа в контексте искусства новых медиа И здесь мы можем увидеть, как растут кристаллы Кристаллы растут в насыщенном растворе И для того, чтобы они начали расти, этот насыщенный раствор должен выйти из состояния равновесия И когда он выходит из состояния равновесия, кристаллы начинают расти, проявляя структуру вещества в пространстве И на самом деле, если мы посмотрим на самые лучшие примеры искусства новых медиа Мы можем заметить, что художник как раз и создает такие условия для технологии Чтобы она могла проявить себя, проявить свои скрытые какие-то свойства Здесь вы видите художников, пионеров кибернетического искусства Веру Молнар и Фридера Нейка Они начали в 60-е годы работать с алгоритмами Вы видите здесь примеры их работ И на самом деле здесь важны даже не сами изображения А то, какие алгоритмы стоят за этими изображениями То есть изображения нам позволяют понять вот эту структуру алгоритма Увидеть его скрытую эстетику И давайте посмотрим еще один пример искусства новых медиа из более поздней истории Это проект пионера Нотарта Дугласа Дэвиса Первое в мире коллаборативное предложение И художник в 1994 году создал такой сайт, на котором каждый мог зайти И в форме оставить какое-то сообщение Это сообщение публиковалось на сайте И каждый мог его прочитать И на самом деле нам, наверное, сейчас, во времена сценных сетей Не кажется эта работа такой потрясающей Но давайте представим, что на тот момент существовали только традиционные медиа Традиционные медиа предлагают нам способ коммуникации один ко многим И так действует большинство медиа нам известных Такие как печатные медиа, радио или телевидение И художник, на самом деле, эта работа была революционной Потому что художник проявил вот это свойство интернета Его агентность, его свойство быть способом коммуникации Когда коммуникация осуществляется по схеме многие ко многим Это то, как работают социальные сети, то, как работают форумы То есть это действительно было революционным произведением искусства И даже, ну более чем произведение искусства Это было революционным шагом И таким образом мы можем говорить, что искусство глубоких медиа В контексте новых медиа Оно проявляет скрытые свойства технологии Выявляя ее агентность И я очень люблю эту мысль, эту идею Маршалла Маклюйна Что искусство действует как радар И искусство является такой системой быстрого реагирования Которая позволяет обществу адаптироваться к новым технологиям И также Маршалла Маклюйна говорил, что новые технологии Должны быть доверены только художникам Поскольку художники могут нам помочь предвосхитить И понять вот эти скрытые основы технологий И через них понять какие-то опасности, которые таит эта технология Также понять потенциал этой технологии, скрытый потенциал И я хочу закончить вот этим изображением Здесь вы видите пионера новых медиа Нам Джон Пайка Который слушает музыку через кости черепа Он использует свойства костной проводимости И он таким образом слышит эту музыку через кости черепа Как бы проявляя вот это свойство звука Быть волной, вызывающей колебания В данном случае в твердых средах И именно вот эта способность художника Создавать такие условия для технологий Когда она может подобно кристаллу Проявить свои скрытые свойства Скрытые потенциальные возможности Именно это является, на мой взгляд Основной задачей медиаискусства Спасибо Аплодисменты Спасибо большое, Елена Аплодисменты Спасибо